Группа «Сладкий сон». Это группа, которую я знаю и люблю буквально с детства, но познакомился с ребятами в Сочи. И первый вопрос будет именно о Сочи. Для каждого советского человека что-то в Сочи произошло, что-то было. Ну, кроме встречи со мной, наверняка у вас были другие, не менее приятные встречи. Расскажите, что у вас, какие воспоминания, события радостные связывают вас с Сочи или с Крымом? Или с Сочи и с Крымом? Значит, Крым подождет, Сочи вперед. И перво-наперво, что у меня некие ассоциации, так сказать, в моем сознании и душе, это песни. И одна из первых песен о Сочи в моей жизни, ну, пусть это поп-музыка, это была песня «Снег на розах». Ее исполняла в то время в конце 80-х группа Кристина, мои друзья. А потом я уже перепел, потому что один из участников пел в моей группе, ну, пел, играл, ну, короче, участвовал в моей группе и тоже пел эту песню вместе со мной, Сережа Ворожбит. И мы и так вместе собираемся, когда надо, чтобы «Сладкий сон» был таким содержательным коллективом, ну, с большим количеством музыкантов, ну, полный состав, чтобы был. Бывают такие поводы. Ну, сольники наши, юбилейные какие-то мероприятия. Уже и время юбилеев подошло. Вот и тогда я услышал песню «Снег на розах», «В Сочи выпал снег». Когда-то, давно. Просто вот в палатке звукозаписи. И что-то меня как-то цепануло, мы не были еще знакомы. Это было вот на рубеже 80-х, 90-х. И вот потом я бывал в Сочи, да. Первый раз, кажется, мы с Анжеликой Ворум туда поехали. По отделению мы пели. Я и она. И я там что-то гулять пошел по набережной. И хорошо приняли мы на грудь. И почему-то смешали водку с шампанским. Не помню, что было первым. Шампанское или водка, или водка и шампанское по очереди. Не знаю, что-то. В любом случае, этот микс отрубил полностью мозг. Я помню, что это было в Сочи. А на утро я весь такой помятый, с такой вообще, ну, такой рожей, как говорится, красный, синий, зеленый. Не знаю, какой-то. Еще не хотелось. Куча цветов, охапка. И люди подходят. Можно там автограф. Мы вчера были на вашем концерте. Ну, как бы я не выезживался. Просто вот не до чего мне было, что хорошо посидели накануне. Это очень запомнилось. И вот Оля была в Москве, она обиделась, что даже не было мобильных телефонов. Оборвала, ну, звонила, а дядя гулял на побережье. Ну, я, естественно, в компании своего администратора, кто нас туда... Кто меня, как бы, заманил вот в эту вот вечернюю веселуху, как бы, принять участие в вечернем досуге после проведенного концерта успешного, ну, и так далее. Вот это вот, ну, короче, контрастные такие у меня переживания. А еще был период на рубеже двухтысячных уже, когда мы в Сочи поехали работать по клубам. Такое тоже было. И очень нам нравился пляж там, не центральный, а какой-то вот в стороне, где вот железная дорога проходит, там место нам подсказали. Мы снимали полдома у тети Вали, тети Вали, там, жительницы. Она нам говорила, ну, да, и мы у нее жили, питались рапанами, вот этими, там, мидиями местными, ну, эти, мидии, да, нет, как они называются? Мидии? Нет, не мидии, нет, они по-другому, мидии, да. И мы вот на этом диком пляже, а сзади поезда проходят, вот под Сочами, там мы проводили всегда время. У нас была своя машина, и поэтому мы, как бы, любили отшельнический образ отдыха. И вот тетя Валя, тоже запомнилась, это одно целое для меня в 2000-е, говорит, я не понимаю вообще вашу профессию, чем вы, блин, занимаетесь? Ну, вот она такая была естественная, что думала, то и говорила. Ну, мы пытались ей объяснить, что мы даже популярные артисты, просто так получилось, что мы живем не в гостинице, а вот сняли у вас. Ну, там своя была история организации этого тура, как бы отдых, совмещенный с некой движухой там клубной. Ну, тоже было прикольно, и это тоже было связано с Сочи. И последнее, это фестиваль, где мы познакомились, фестиваль «Бархатный сезон» в Сочи, до вот всего этого карантина, всей этой истории, это была другая жизнь. И это еще один интересный, необычный этап, который, я думаю, также останется зарубкой в моем сердце, в моей памяти. Ольга, а вы когда впервые увидели море? Фу, это еще маленькое, в детстве, года в четыре, наверное. Я каждый год ездила с родителями на море, поэтому. В Абхазию чаще всего. Ну, в Сочи, в Сочи позже, наверное. В Сочи, наверное, даже Сергей в первый раз приехал, да. Все, когда ты в первый раз, вот, наверное, да, такое чувство, но я раньше был в Сочи, я раньше был в Сочи, мы даже были раньше где-то, я, честно, у нас помутнее, то есть морской воздух так действует, потом ничего нельзя вспомнить, вот, да, да, как бы точно, как это, хронометраж событий восстановить очень сложно, потому что юг так действует, поэтому. Если можно, что-то, какое-то пожелание сочинцам, ну, типа, там, ждите скоро, любим вас, там, или, там, не любим вас, неважно. Дорогие сочинцы, пожалуйста, не унывайте, вы нам подарили праздник, Олимпиаду, которая всех прям покорила, весь мир был восхищен, а мы это смотрели, мы смотрели, где Олимпиаду? И плакали, и плакали, что мы не там, да, и смотрели так же, и вспоминали 80-е, тоже Мишка улетал, а тут их было больше, Мишка еще кто-то там, зайчик, кажется, ну, были еще три героя. Вот, и моя дочка там, чуть ли не в обнимку с телевизором, я помню, тоже, вот, когда вот заканчивалась Олимпиада, и самое, опять же, чувство, которое меня прям раздирало на части, почему я не там? Ну, там нашлись другие, более активные, а мы в это время, а, мы где-то на Урале были на гастролях в жутких морозах. Сергей, вот в чем феномен музыки 90-х? Почему она уже столько лет, модно, популярно, люди покупают бюлеты, ходят? В чем секрет музыки диско 80-х, 90-х? Я думаю, что феномен в том, что все-таки песни были образами, и это как маленькая картина, маленькое кино, никто не создавал просто некие штампы, каждый стремился все-таки немножко быть оригинальным, и не в последнюю очередь по музыке, но и по смысловой нагрузке, по глубине, как бы, прочтения. Ну, песня, это не только слова, это не только музыка. То есть, вести чувства. Да, и это способ передать вот эти эмоции, эти чувства, глубину ощущения, глубину прочтения, так называемых произведений. В Сочи так держать, мы вас любим, мы всегда будем с вами, мы всегда всех хотим радовать, веселить, находясь там, не просто загорать и греть одно причинное место, а в то же время мы будем не сочетать отдых с весельем, а с развлекательной частью нашего пребывания, то есть с концертами, песнями и плясками. И будьте такими же веселыми, как и группа «Сладкий сон». Желаем всем счастья, добра и будущих успехов. Ваш Сергей Васюта и Ваш сладкий сон.